Продвижение и реклама 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 Мы все воспитаны на российской классике, на зарубежной Это фундамент каждой личности Это его кредо, его построение личности, основа, базис И разумеется, то, что резко произошло Когда-то появилось очень много различных информационных носителей Которые стали передвигать общество, сознание общества Когда многие как бы решили, что читать необязательно Вся информация есть Утром включил телевизор, вечером пришел, включил телевизор Даже радио не надо слушать, все ясно и понятно Ну, не обижая никого Это как бы устроится определенный примитив Жизненный примитив Когда вроде бы и учиться не надо Тем более Те преобразования, которые происходят в образовании Они как раз и где и там С одной стороны, действительно, общество меняется И бакалавры, магистры Сама по себе система Немножечко другая Но она тоже консервативная, определенная Мы теряем как бы профессиональную подготовку И вот это все такое смешение, которое происходит Школа, детский садик Дальнейшее становление личности для общества Мы же все живем или работаем, значит, для общества Хотим мы этого не хотим Получая определенные знания, да Но мы где-то должны черпать Черпать те знания, которые нам необходимы Каждый знак по-своему гениален Эту гениальность надо найти и воспитывать ее Ее надо наполнять чем-то Духовность это святое Всегда об этом мы говорили Так же, как и религия Различная религия Все это направлено на то, чтобы создать Гуманитарного человека Не агрессивного гуманитарного человека С тем, чтобы он, прежде всего, создавал для общества И для будущих поколений И вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем С одной стороны, здорово Мы с вами то, что произошло в Сингапуре Да, через секунду увидим, услышим И сделаем определенную поправку То, что происходит на биржах Мы тоже это видим В общем, сознание Или сам по себе стресс, который произошел Он как бы для них понятен Для других вообще-то непонятен Те поколения, которые вышли из Советского Союза Так можно сказать То, что сейчас происходит Они бывают часто не готовы к этому И, разумеется, очень здорово, когда мы пенсионерам Их начинаем обучать и компьютеру С одной стороны, это здорово Так как времени у нас становится очень-очень мало И поэтому, когда мы можем через электронные носители Решить какие-то домашние вопросы или проблемы Это же здорово Когда можно заказать, и вам все привезут Можно не прощупать, а знать Да, это то, что вам нужно, необходимо Это все верно, все это хорошо, это удобно И это действительно цивилизованный образ жизни Который, в общем-то, должен быть Качество жизни, наверное Но в то же время мы не должны забывать о самом главном Что тот фундамент, который в России, да и в мире Заложен культурой Это и картины, это и произведения различного плана Это и культура Запада, культура России Это и Рерих, это и Толстой Это и Третьяков, который собирал эту галерею Которую мы с вами, да И в Ленинграде, Эрмитаж Все это есть как раз национальное достояние Которым часто бываем мы и перестаем пользоваться Все это те элементы, которые обогащают нас Которые помогают нам стать мудрее Жизненно мудрее Жизненно отслеживать все происходящее И, конечно, когда мы сейчас касаемся книги Касаемся происходящего Прежде всего бумажной книги Очень много идет различных перепитий, разговоров Что вот, как бы, книга уйдет бумажная Больше ее не будет Сейчас теперь есть Е-контент Который заменяет много разных гайджетов Много разных инструментариев Где можно все это почитать Я согласен, это нормальное явление, да В нашем обществе Каждый приспосабливается и получает информацию Ту, которая им нужна, необходима Но есть один вопрос Вопрос достаточно Он многогранный И его стоит на нем сосредоточиться Чтобы осознать сам по себе А что такое в настоящее время для нас культура Что это такое Я вот недавно написал статью Культурный Одиссея И вопрос там такой Что такое культура А культура это мы Мы с вами культура Это так, это факт И задается вопрос А как нам в это Отпущенное короткое время Которое у нас есть Мы же с вами понедельник Смотрим уже пятницу И опять понедельник И так жить быстро Прибегает иногда мимо нас А что мы получили от этого Что мы передаем будущему И мне кажется Не только книжные магазины Библиотеки И другие культурные центры Где немножко по-другому Нужно выстраивать сам по себе Что? Это общение с книгой прежде всего Я думаю в этом плане Библиоглобус Я думаю и другие предприятия Которые модель меняют Модель меняют Когда вот здесь Кто-то спросил А что такое вообще Библиоглобус? Я говорю, что он просто расшифровывается Это прежде всего Книга и культура Борис Семенович А вот вы сказали Что мы Наше поколение Мы тоже к нему Все-таки еще относимся Воспитаны на классике И это есть тот самый фундамент А сейчас книжная индустрия На чем воспитывается? Все так же на классике? Или произошли уже Какие-то сильные изменения? Да-да-да Это вот как раз Определенные средства На которые мы должны выступить А что сейчас? Как? Знаете Преобразования Которые происходят в мире Они касаются всех нас И прежде всего мы понимаем Что Как Оздоровить Как Не потерять Желание Желание И родителей Читать книги Ну практически родители тоже Перестают читать Ну по разным причинам Занятость Ну много моментов Много разных вопросов Теперь мы пришли к одному Мы У нас Более Тридцати клубов Клубов Детский клуб Библиоша Потом клуб Философии И так далее Исторический клуб Вот сейчас у нас Дипломатический клуб Достаточно много Вот такого Плана встреч Который приходит На территорию Торгового дома Библиолога То есть мы Меняем Сам по себе Сред взаимоотношений Мы говорим Не с покупателем Мы говорим С нашими читателями Это очень важно Те, кто пришел Просто посмотрел Поинтересовался Посидел Вот И Вот это все Оно Мы же В общем По-настоящему Так если разобраться Да Друг на друга смотрим Кто-то читает А кто-то не читает Да А вот когда Человек одинок становится Экран Который Да Он же так и остается экраном Я с ним не могу поговорить А с книгой я могу поговорить Побеседовать Открыть книгу Льва Толстого Или просто современные Произведения Которые есть Да Которые описывают Все жизненные перепития Которые происходят Очень много Вы знаете Интересно Молодежь Которая Интересуется Книгой Она ее покупает Они просто Ее смотрят А какую книгу Она покупает Это современная Литература Или Вы знаете Как Что интересно Конечно Все интересуются Что происходит Вот так Вот Фантастика Как всегда была Да Вот Ну знаете Вот Познер у нас был И всегда Все насыщено Очень много Всегда Тех Кто хотел бы С ним послушать Поговорить Что не хватает Не хватает Диалога Не хватает Послушать Поговорить Высказать Свою точку зрения Диалог как диалог Или диалог Какого-то Качественного Содержательного Потому что диалог Тоже может быть Очень разный Да Мы говорим Что к сожалению Я не просто сказал Человек одинок Человек Как бы Вот Папа Мама Бабушка Дедушка Внуки Новая семья Все это Как бы Ну вот Я вспоминаю В Майдонорощи Мы все вместе Были Все ясно Понятно Дети друг друга Оставляли Все это А сейчас Как квартира Мы иногда Даже не знаем Кто рядом Какой сосед Вот это Как раз Для общества Это Определенная Трагедия Но это означает же Наоборот Что этого диалога Значит не хотят Или хотят Но почему-то Так складываются Условия Чувствуете Да Вот это Сам по себе Есть Практически На помощь Мы даже Не придем Потому что Мы не знаем Кто сосед А зачем Он тебя Будет Мир Я почему говорю Мир поменялся Вот это И надо его восстановить Доверие В друг Друга Мы теряем Доверие В друг Другу Когда Мы бываем Я вот здесь Недавно был На трассе И просто Молодые ребята Выпившие Вот на машине Без прав Чувствуете Вот безответственность Которая существует Которая есть Это что О чем говорит Они малообразованные Нет Совсем другое Этика Культура Которая теряется Вот наверное В этом и есть Что надо больше Общаться И в этом есть роль Книги Вы знаете И книга Сам по себе Которая объединяет Объединяет нас Я почему так говорю В диалоге Вот сейчас мы говорим Дипломатия Вот это и есть Дипломатия Внутренняя дипломатия Которая надо подойти Не просто стрелять Не просто Вот Говорит Ты плохой Или хороший А действительно Дипломатия Которая должна Помочь людям Но это же Очень широкий вопрос Да Его нельзя решить Только условно Магазином Библиоглобусом Нет Книгами Это вопрос Очень Порядка Порядка Глобального Мы снова в эфире Программа продвижения рекламы И ведущий Татьяна Тормогина Илья Мартынов И сегодня у нас в гостях Лисенькин Борис Семенович Президент торгового дома Библиоглобус Борис Семенович Расскажите нам Какие книги сейчас покупают Что интересно Есть различные направления Есть как бы Такой исторический срез Литературные памятники Которые выпускают Еще с давних времен Есть еще серия Это Которые выпускают Молодая гвардия И так Это Наш наследие Еще Павленков В свое время Начал эту серию Это Выдающиеся личности Государства Вообще личности мира Это как бы Популяризация Тех, кто достиг На разных уровнях Своего пика То, что Запечатлелось И то, что он создал Что-то А следующая серия Которая идет Это прежде всего Изучение языков Любопытно Но это факт Действительно По-настоящему У нас представлены Мне кажется Все языки То есть это именно Обучающие Учебники Да, это учебная литература И не только учебная Это и литература Которая художественная литература Это и специальная литература Вычислительная техника Архитектура Медицина Да То есть вот это Очень интересно И важно Что Вот это Идет как бы Определенным Полезным Нужным Необходимым Элементом То есть мы Получаем с вами Достаточно много информации Раньше журналы были Газеты Что-то С различными Изобретениями Или с пониманием Происходящего в мире Как бы Все это уменьшается И поэтому Вот такого плана Литература Которого присутствует Библиоглоб Все она позволяет И ученым Прежде всего И писателям И студентам Да И конечно Нашим маленьким Которые сейчас изучают Русский, английский Разные дорогие языки Это важно Необходимо Вчера мы как-то По-другому на эти вещи смотрели А сейчас есть необходимость И поэтому Следующий срез Это конечно Литература Которая представляет Интерес для всех нас Это конечно Детская литература Она сейчас занимает Первостепенное место Так как мы все Понимаем прекрасно Что Наше будущее Мы его должны готовить И поэтому Очень много Интересной Полезной литературы Конечно Мы за ним Не забываем И Бардо И Маяковского И Чековского И всех На чем мы с вами В общем-то воспитаны Это как раз Те элементы Которые как бы Нужны нашему обществу Следующая Различная Развлекательная литература Которая Наверное Способствует Нашему пониманию А как живет мир А что происходит Поэтому Очень много Зарубежной Литературы Которая Также Дает нам Срез Что происходит Там И затем Мы касаемся Нашей литературы Которая Прежде всего В какой-то Мере Отражает Нашу Действительность Ну знаете Здесь конечно Мне кажется Знаете как говорят Был У нас серебряный век Да Взрыв Поэзии Был Тот период Когда действительно Цветаева Когда Маяковский Есенин Все вот это Такое наследие Которое Стало глубокий срез А сейчас Знаете Как-то Все это Выветривается Появился писатель Что это Вот есть Написал Два-три Произведения И как-то Вот мы его Дальше не видим Поэзия Как-то Ушла На второй план Хотя Это основа Базис Тоже Да И знаете Что меня Больше всего Волнует Что Идет Определенный Элемент Собирательства Собирательство Это Как бы мы говорим Вторичный рынок Это антикварная Литература Это Букинистическая Литература То что Многие Произведения Были написаны А там Сейчас они Не издаются Да И знаете Что интересно Это еще Направление Которое Связное Ну Я-то Хорошо Помню Да И в пьянярском Лагере Были Мы лепили Что-то Мы что-то Клеили Какие-то Были элементы Связанные С построением Там Или корабля Собирать Или танк Собирать Да А сейчас Очень много Вот направления Которые у нас Есть Да Сделай сам Это вот Ты там Библиоглобус И конкретно Можешь прийти Да И Получиться Какой-то подарок Сделать Самому Близкому То есть Вот видите Чувствуете Вот эти направления Которые есть Да Они связаны Прежде всего Коллекционирование Это нужно Необходимо Сейчас Очень много Ну как бы Ненужное В какой-то Семье Да Они могут Это Как-то Принести Библиоглобус Да И это Расширяется Расширяется Диапазон Сохранения Культурного Наследия То есть Это Никуда это Уходит Так как Мы Не просто Говорим Что Национальное Наследие Это то Что мы Создали Уникальную По Вот так Национальную Библиотеку Да Это Большая Библиотека Российская Затем У нас Есть Регистрации Которые Происходят Это Российская Книжная Палата Где идет Регистрация Все то Что происходит Да И наверное Вот здесь Есть Самое Главное Что Библиоглобус Может получить Различную Информацию И о том Что было И о том Что будет И о том Что в самое Ближайшее Время Будет Воспроизводиться Но самое Главное Писатель Присутствует Библиоглобус С ним С ним идет Прямой Разговор Прямой Диалог А что Кстати Происходит Сейчас С творчеством С писателем Вы упомянули Что авторы Появляются Но как правило Они очень Так Скоротечно И не остаются В памяти И не Создают Тот самый Фонд И фундамент Ну есть Модный писатель Пелепин Модный писатель Где Что это Какая-то Грань Открывается Знаете Для чего Для диалога Все Писатель Это как раз то Что он с нами Ведет диалог Почему Живая книга Она Полезна Полезна Когда мы И ведем Диалог с ним Где-то сомневаемся Где-то с ним спорим Это важно Где-то какую-то запись Ведем Что-то выписываем Что-то подчеркиваем Мне кажется Это очень Любопытно И интересно В плане того Что ты Что-то оставляешь Я вспоминаю себя И все время Что-то выписывал Что-то Какие-то заметки Для себя делал Какая-то Интерпретация Этой книги Мне кажется И сейчас тоже Это необходимо Так как Мы видим Что экзамены Которые Сдаются в школе Да Они иногда Неглубокие Мы перестали писать Сочинения Да А как без этого Хотя я вот Слышал Эгэ Как раз По русскому языку Что там Последняя часть Это сочинение Полноценное Это вели Совсем недавно Вели Ну как без сочинения Вы знаете У нас есть Две уникальные книги Это Мультимодер Адлер Как Читать книги Как читать Великие книги Как читать Говорить Писать Вести диалог Знаете Уникальные вещи Они должны быть В каждой школе Они должны быть Везде Так как Это как раз Это не учебник Это просто Жизненные понятия Как себя выстроить С чем ты получил Информацию Ту необходимую Ну как без великих Ну как без Аристотеля Да Сократа Платона Это же фундамент А вот скажите Возвращаясь Непосредственно К Библиоглобусу К магазину Количество людей Которые Туда входят Оно поменялось И их профиль Так скажем Возраст Какой-то такой Общих демократических Характеристик Они другие Мы переходим к самому главному Самому главному Почему Человек Перестает Ходить В магазин Продовольствие находит Ну тоже может быть Меньше Да И почему Перестает Посещать Библиотеки Крижные магазины Здесь много Можно Об этом Говорить Но опять Это мало времени Раз Денежные средства Может быть Все-таки книга Выходит на другой уровень Потребления Это тоже сказывается Да Следующий момент А зачем мне нужны Я и так получаю информацию Посещаемость С одной стороны Есть А покупательная Способность Теряется Поэтому у нас Очень большая Серьезная Социальная программа Да Она прежде Читай Читай Читатель Именно Торговый дом Библиоглобус Мы делаем 25% Скидку Для держателей Именно Карта Торгового дома Библиоглобуса Это Знаете Ну практически Этого нет В России Это Единственное Касающееся Привлечения Раз Во-вторых Это Для имущих Для малоимущих Тоже это два Да А во-вторых У нас литература Для трех континентов Читателей И покупателей Первый Для тех Кто Малоимущий Так Для среднего И для тех Кто может купить За любые деньги Так у нас Это и есть То есть Мы говорим О той литературе Которой стоит Классика 99 рублей Это достаточно Приемлемая цена Да И достаточно Такой литературы Достаточно много Коммерческая литература Получается Стоит больших денег Классика стала стоить Мало Это хорошо или плохо Вы знаете Классика там и есть Как раз Вот как раз Та литература Которая есть Это и есть классика Это и есть классика Это как раз И мировая И российская классика То что вы сейчас сказали Да Знаете Здесь Как вот На Мячике Туда-сюда, туда-сюда. Все зависит от того, как идет реклама, как идет маркетинг. Это очень важный срез, который происходит. Мы смотрим телевидение, если что-то сказать, что позднее будет. И потом не забывайте интернет. Он играет колоссальную роль. Как вы думаете, как они нас находят? Очень просто. Программа, которая выстраивается в интернете, они смотрят и понимают прекрасно о том, что им это интересно. Это тоже определенный театр. Это тоже определенный театр с определенным действием. Почему? А человеку тоже иногда некуда пойти. Некуда пойти. Или очень дорого пойти. Поэтому у нас очень... Знаете, интересно. У нас есть и постоянные... Не читатели, не покупатели, а посетители. Которые постоянно присутствуют в Библии в глобусе. Они там живут. Вы вообще сказали интересную вещь, что посещаемость не падает, а именно покупательская способность падает. То есть люди продолжают ходить, воспринимают это как некую вотчину свою, где можно и время провести, и, возможно, даже и почитать, и посмотреть. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Чтобы было оно открыто. Ну, я и пока не говорю 24 часа. Я думаю, все постепенно. Но во всяком случае, да, вот именно. Мы никого не оставляем, не принуждаем. Читаем, выписываем. Иногда многие работают над диссердациями. И действительно, получается такой домашний. Домашний библиоглобус, где уютно, хорошо. Часть дома, да, некого какого-то своего. Да, да. Потом современные технологии, когда ты можешь никого не спрашивать, зашел на терминал, нашел то, что тебе надо, и ты спокойно сам взял этот квиточек, да, и нашел эту книгу. Ты из дома можешь зайти в библиоглобус. Тоже такая же история. То есть вот эти и есть преимущества, которые дают нам, в общем, определенные представления, что такое современные предприятия. Ну, и актуальность, наверное, вашу, что очень важно, особенно для этой индустрии, для этой отрасли. Да, Борис Семенович, очень большое спасибо вам за то, что вы к нам пришли. К сожалению, у нас очень такая короткая программа, да, мы не успеваем все интересные нам вопросы осветить, но, тем не менее, тоже пытаемся это делать. В эфире была программа «Продвижение и реклама» и ведущая Татьяна Тармогина, Илья Мартынов. До свидания. До свидания.